Мы начали наступать, как я говорил, через АКУ, уже когда было тепло. И за третьей линией началось уже много трупов. И наших, и немецких. Ну немецких меньше было, конечно. Они всегда как-то успевали, как чеченцы, убирать. Наши сейчас не убирают. А там убирают, противная сторона. Очень много было в ту пору еще лошадей. Вот. Человеческо убитый пахнет страшно. И лошадь еще плюс. В общем, по двое-по трое суток мы не могли жрать. Еще куда-то уйдешь, там, в балку или крючусь, умоюсь. Вот. Прошло совсем немного времени. Наступила первая зима. Прибежал, значит, тоже вот термос, значит, какая-то похлебка какая-то. Сесть, ну, что-то человек ищет, значит, сесть и куда лечь. Интересная деталь. Всегда ложатся, на фронте это особенно заметно, головой к какому-нибудь предмету. Даже к столбу, так, веером, будут лежать, но головой к какому-нибудь предмету. К сосне, значит, там все. И с этим тоже много происшествий происходит. А тут отыскал, искал, началось сесть. Ну, украинская почва, это, значит, вот какая-то кочка. Стерни вырвал немножко, под жопу подсунул, сел и хлебая. Сидел, сидел, что-то под жопой склизко. Встал, вот он думает, немец. Немец, вмерзший в землю. Ну, что, это же стерней жопу вытер, значит. Вот я в пух, вот стерни наложил обратно, и все. Ну, а что, ну, некогда есть, жрать охота. И ничуть. Вот так вот втягиваешься в войну. Вот опыт, говорят, войны. Вот оно, втягивание. Чтоб ты мог жрать, как скотина последняя. Спать, как скотина последняя. Терпеть вошь, понимаешь, так. Вот терпеть, вот. Как помню, у нас щеголеватый же был, где-то он под именем Щуся описан у меня. Офицер погнал, так, другая рука, ну, смешку поймает. Ну, да чего надоели эти вши? Субтитры сделал DimaTorzok